Самый суетный перекрёсток микрорайона Пироговский. Через него ведут пути к школе и детскому саду. Его стремятся побыстрее проскочить десятки машин с детьми. И то, что они частенько не пристёгнуты, видно издалека. Типичное нарушение. Детское кресло в багажнике, а сами дети едут непристёгнутыми на заднем сидении. Я всегда в детстве. Да, мамы за рулём в каждой второй машине. Пренебрегая в спешке якобы такими мелочами, как ремень безопасности, они подают не лучший пример детям. А со временем это становится ежедневной практикой. Это не практика, это нарушение правил дорожного движения. И все родители должны понимать, что непристёгнутый ребёнок в салоне машины может при даже резком торможении получить травмы. От незначительных ушибов до серьёзных переломов и сотрясения головного мозга. Поэтому самое главное, родители должны не только как бы в спешке, двигаясь в школу, в детский сад, не забывать, что даже короткие поездки, должны быть безопасными. Наверняка все мамы заботятся о своих детях, любят их побаловать чем-нибудь приятным. О чём напоминает этот плакат. Не стоит забывать и о соблюдении правил дорожного движения. Это только добавит уверенности и спокойствия за ваших детей. Перевозка детей в салоне автомобиля на заднем сидении с 7 лет разрешена без детских удерживающих устройств. То есть просто пристегнуться можно ремнём безопасности. Но на переднем сидении, если ребёнок не достиг ещё 12 лет, обязательно должно быть детское удерживающее устройство. Либо это автокресло, либо это бустер. За короткий утренний промежуток времени на этом перекрёстке было составлено 6 протоколов о нарушении правил безопасности при перевозке детей. Многим родителям не помешает повторить пройденный уже урок, если он не вполне усвоен. Сергей Берзин, Андрей Капустин. Информационная программа «День».